Утро Карачаева Черкесия приветствует вас. Сегодня начинается основной период сдачи единого госэкзамена. Выпускники школ сегодня сдают географию, химию, литературу. Погода сегодня безоблачная и благоволит успешному результату. А вот будут ли осадки, расскажем чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. Годовой план по искусственному лесовосстановлению уже полностью выполнен в шести регионах России, в том числе в Карачаево-Черкесии. Работа реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Весенний лесокультурный сезон в России подходит к завершению. За это время в Карачаево-Черкесии лесники полностью выполнили годовые планы. Всего в текущем году на землях лесного фонда региона провели работы по воспроизводству лесов и лесовосстановлению на площади более 121 гектара. Также в годовой план включены работы по заготовке порядка 50 килограммов семян лесных культур. В Черкесске определили лучшего учителя-дефектолога России 2024. Победители будут представлять нашу республику на федеральном этапе. Конкурс «Учитель-дефектолог России» проводится с 2018 года и направлен на профессиональный карьерный и личностный рост педагогов, работающих с учениками с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Традиционно конкурс состоит из двух этапов регионального и федерального. За звание «Дефектолог года» и «Логопед года» соревновались девять лучших специалистов. По итогам конкурса «Лучшим дефектологом года» признана Валентина Моисеева, учитель коррекционной школы Черкеска. В номинации «Логопед года» первое место заняла Юлиана Экзекова, учитель школы-интернат имени Латоковой. Победители конкурса награждены дипломами и премиями Министерства образования и науки республики. Моя профессия, во-первых, это любовь к особенным деткам, желание им помочь, желание реализовать их в жизни, социализировать их в жизни. Когда вы любите свою профессию, когда вы любите детей, то, поверьте мне, никакие преграды, никакие трудности вам не страшны. И спортивные вести. В Греции прошло первенство Европы по спортивной борьбе. Участвовали лучшие спортсмены из многих европейских стран. В состав российской команды вошел Эльдар Байчоров из Карачаева-Черкесии и стал победителем первенства Европы в двух разделах – грэплинг и дрэплинг-ги. Спортсмен тренируется под руководством Александра Папандопула. В 9 часов смотрите «Вести» на абазинском языке. Я желаю вам хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами кратковременной дождь и гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 6-11, в горах до плюс 6, днем 19-24 выше нуля, местами до плюс 15. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду и порывы будут до 18. Температура ночью 9-11, днем 22-24 градусов тепла.